Е2, Е4. С этой, пожалуй, самой известной шахматной комбинацией начался новогодний турнир. Он прошел в видном в досуговом комплексе Астроплаза уже в третий раз. И сейчас за столы сели более 40 юных спортсменов, возраст которых от 5 до 14 лет. Самое основное, что шахматы дают детям, это учиться думать со стороны. Причем они учатся этому быстро, любые шахматисты. Что значит думать со стороны, это значит предугадывать, что хочет твой соперник. Это очень поможет в жизни. Ребята – воспитанники школы шахмат-стратегии, которая и выступила организатором соревнований. На протяжении всего года они занимались два раза в неделю по специальной методике. Обучение у нас проходит в зависимости от возраста. Для начинающих детей в игровой форме обязательно, с применением мультфильмов, шахматных, интерактива, игровых приемов, чтобы детям не было скучно. Дальше мы передаем детей уже более сильным тренерам. Уже манера преподавания более строгая, более серьезная. Мы уже готовим детей, так скажем, к соревнованиям, к получениям первых мест. Игры проходили параллельно. На столах таймеры, ограничивающие время обдумывания хода, а за соблюдением правил внимательно следит судья турнира. Юные шахматисты сосредоточены и очень серьезны. Турнир проходит при полной тишине. Слышны только звуки нажимаемых клавиш. И это неспроста. Для победы в шахматах нужна полная концентрация внимания. Отвлекаться нельзя ни на одну секунду. Турнир этот рейтинговый, где результат вычисляется по итогам игр спортсменов друг с другом. Пока проходил окончательный подсчет. Ребята рисовали, собирали пазлы, делали открытки. И, конечно, с нетерпением ждали результатов. И, наконец, заветный момент настал. Поздравляем вас, ребята. Вы большие молодцы. Шестилетняя Полина Колпакова занимается шахматами меньше года. И для нее это уже вторые серьезные соревнования. И оба раза она становилась победительницей. Я очень довольна и рада своей фигурной игрой. Но я очень стремилась к первому месту. А вот лучший игрок в старшей возрастной категории Дмитрий Исаев, несмотря на свои 9 лет, шахматист уже опытный. Со своей манерой игры, кумиром Гарри Каспаровым и привычками. Мне больше нравятся белые. Почему? Потому что каждый раз, когда я играю на занятиях за белых, я почему-то выигрываю. Детские победы – это, конечно, большая радость и для родителей. Вся семья пришла поддержать Злату Белякову, которая дебютировала на этом турнире и сразу успешно. Третье место. Это новогодний подарок для всей нашей семьи. Вообще очень рада, что она занимается шахматами. Во-первых, она усидчивее стала. И у нее какая-то логика появилась в мышлении. Потому что современные гаджеты, они картинки не дают размышлять ребенку. А здесь она как-то стала размышлять что-то даже по-взрослому. Вне зависимости от позиций в турнире «Осетки» все юные шахматисты и их родители получили радость и заряд позитивных эмоций. Это значит четвертому новогоднему турниру быть. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.